Добрый день! Меня зовут Андрей Лебедев и сегодня я провожу вебинар, посвященный лимитированию в 1С ERP. Давайте я прям включу демо-базу. Мы будем с вами смотреть на демо-базе, как это работает. Пока у нас начинается трансляция, давайте мы с вами начнем с того, что обсудим, что это такое и для чего это нужно. Наверное, на каком-то малом предприятии подобные технологии не столь востребованы, но если предприятие достаточно крупное, то о лимитировании придется задуматься. Лимитирование в программе никак не влияет на учет. Это сугубо управленческая возможность, которая позволяет избежать каких-то перекосов, связанных с осуществлением оплаты. Мы можем задать какие-то лимиты расхода денежных средств в различных разрезах и, соответственно, контролировать их последующие деятельности. Это достаточно интересная задача, которая востребована, в частности, при построении системы бюджетов компании. Ну, понятно, что если мы прописываем какой-то бюджет, то мы потом должны будем смотреть его исполнение, в том числе по бюджету движения денежных средств. Естественно, здесь потребуется какой-то контрольный стандарт. Ну, и как вы сейчас увидите, в программе лимитирование может быть очень тесно связано с системой бюджетного контроля, с системой бюджетирования. Итак, давайте мы посмотрим, как выглядят настройки системы бюджетирования. Мы с вами идем в раздел НСА администрирования, и нас будет интересовать настройки раздела казначейства. Ну, и мы видим, что прямо сверху у нас одна из первых настройок нам доступных – это как раз настройка использования лимитов. Обращаю ваше внимание, что для того, чтобы отключить настройку лимитов, нам обязательно потребуется заявка на расходование денежных средств. Именно заявка на расходование денежных средств и является тем документом, который будет подпадать под лимитный контроль. Соответственно, если вы хотите использовать систему лимитирования, я настоятельно вам рекомендую задуматься о том, чтобы без заявок на расходование денежных средств у вас ничего, никаких платежей в программе не происходило. Вообще говоря, если мы включаем вот этот механизм, то программа, она по умолчанию будет требовать, чтобы любой платежный документ ссылался на какую-то заявку на расходование денежных средств, и без оформленной надлежащим образом заявки эта оплата была невозможной. Но нюанс состоит в том, что вот это вот обязательность заявок, даже если заявки на расходование ДС у вас включены, вот это вот обязательное использование заявок может быть в программе отключено, адресно отключено для конкретного банковского счета или для конкретной кассы. Я произвольно открываю банковский счет и вы видите, что вот здесь вот с этого банковского счета можно списывать денежные средства и без заявок на оплату. То есть для данного банковского счета обязательное наличие заявки контролироваться не будет. Еще раз повторюсь, что если вы хотите, чтобы в программе вот эта вот система работала корректно, для счетов и кассы эту галочку лучше не ставить. Иначе появится возможность вот этот вот барьер обойти. Итак, значит вернемся к настройкам. К настройкам. Значит и следующая настройка, на которую стоит обратить внимание. Смотрите, у нас существует два варианта. Так, прошу прощения, у кого-то не работает трансляция. Только у вас, у кого-то еще может быть она не работает? Есть картинка или нет? Есть, да? Ну вот, Андрей, я, к сожалению, с этим вам никак помочь не могу. В любом случае в записи презентация будет доступна. Вот. Ну то есть сейчас вот послушать, потом еще досмотреть. Ну только вот так, наверное. Почему это не работает именно с айпада, не могу вам ответить. Так, ладно, значит, печально, но давайте поедем дальше. Я постараюсь максимально комментировать то, что я делаю. Значит, смотрите, у нас здесь есть настройка использования лимитов, которая может принимать два значения. Ну, три значения, точнее говоря. Значит, лимиты можно не использовать в принципе. Но рабочих вариантов два. По документам лимитов расхода ДС и по данным бюджетирования. Сразу хочу сказать, лучше эту настройку ставить сразу же при создании базы. Изменения ее последствий, ну, это не желательно. Значит, ну, мы немножечко с вами поэкспериментируем. Благо, каких-то долгоиграющих целей у нас нету. Мы позаботимся о том, чтобы эти две системы никак между собой не пересекались. Значит, и первый, самый простой вариант, который мы посмотрим, как он работает. Это вариант по документам лимитов расхода ДС. Значит, обратите внимание, что здесь, как только я выбрал по документам лимитов расхода ДС, у меня появилось три дополнительные настройки. Лимит расхода по организациям, лимит расхода по подразделениям и контролировать превышение лимита. Что это такое и для чего это нужно? Давайте мы с вами поставим все вот эти вот галочки. Значит, первые две галочки, лимит расхода по организациям и лимит расхода по подразделениям, позволяют нам использовать в лимитировании две аналитики. То есть, если мы поставили еще одну галочку, лимит расхода по организации, значит, мы можем для одной организации задать один лимит, для другой другой лимит. Если этой галочки не будет, лимит будет как бы совокупен. То же самое по подразделениям. Надо детализировать лимит, там, для одного подразделения такой, для другого такой или не надо. Сразу же хочу сказать, что если мы используем документы лимитов расхода ДС, у нас есть еще третий аналитический разрез, который будет работать всегда, его вы никак не отключите. И это аналитический разрез, такие движения динами настройки. То есть, лимиты всегда будут сдаваться в разрезе этих статей. Последняя галочка, последняя настройка, которая здесь есть, это галочка контролировать превышение лимита. Зачем она нужна? С помощью этой галочки вы определяете, как себя система будет вести. В том случае, если вы попытаетесь провести какую-то заявку превышающую лимит. Если стоит контролировать, это значит, что система заблокирует проведение такой заявки. Если галочки стоять не будет, система ругнется, но провести позволят, и потом вы просто сможете сравнить, сколько вы там планировали, сколько на самом деле заплатили. Так, значит, ну вот это вот проговорили, теперь давайте посмотрим, как это выглядит. Итак, мы с вами идем в раздел «Казначейство», и вот здесь у нас есть журнал документов «Лимит расхода ДС». И мы создадим новый лимит расхода ДС. Как вы видите, у нас здесь есть аналитический разрез «Организация», мы с вами используем «Орион», и у нас есть аналитический разрез «Подразделение», мы указываем, ну давайте вот это вот, торговое направление. Ну и что дальше у нас? Дальше мы заполняем статьями ДДС. Те статьи ДДС, которые у нас только есть. Обращаю внимание, что по умолчанию у нас всегда стоит неограничен. То есть по этой статье мы можем заплатить столько, сколько нам заблагорассудится. Но по какой-то статье мы можем ввести ограничения. Так, ну давайте мы с вами, наверное, вот это возьмем. Оплату закупки товаров. И установим лимит. В общем-то это все. Мы можем провести и закрыть этот документ перед проведением, ну давайте, чтобы было красиво, я поставлю 30 ноября дату. И обратите внимание, что период строго месяц. Никакого другого периода лимитирования здесь не доступно. Вы лимит устанавливаете только и исключительно в разрезе месяца. Никакого другого. Так, давайте провести и закрыть. Вот он у нас установленный лимит. И давайте мы попробуем с вами проверить, как он будет работать. Идем в казначейство. И попробуем создать заявку на расходование денежных средств. Создаем оплату поставщикам. У нас будет организация Орионс. Получатель. Ну у нас есть созданный мной, так сказать, за кадром поставщик 001. И давайте мы ему попробуем заплатить 210 тысяч. Посмотрим расшифровку платежа. Давайте попробуем сделать вот таким вот образом и посмотрим, что получится. Проводим. Желательно дата платежа. Давайте поставим сегодня. Все провелось. Почему все провелось? Почему программа не ругнулась на то, что мы с вами сделали? Значит, во-первых, давайте мы с вами укажем аналитику. Напоминаю, что у нас не так просто устанавливалось вот этот лимит. Лимит устанавливался для статьи ДДС оплата закупки товаров. То есть, естественно, вот это здесь должно стоять. И второй момент. Подразделение, торговое направление. Попробуем. Так. Ну, вот пока у нас этот... А, значит, прошу прощения. Я не обратил внимание ваше еще на один момент, который в нашем случае сыграл свою роль. Да, совершенно верно, Елена. Лимит в долларах стоит 200 тысяч. Надо смотреть по курсу. Да. Я сейчас проверю, но если мне память не изменяет, да. курс сейчас у нас здесь 66.05.28, но я сейчас сделаю одну вещь. Причем я вот вам настоятельно рекомендую, если вы когда-нибудь будете сдавать экзамен в 1С, требующий создание каких-то решения какого-то задания, ну, обычно один из специалистов. Вот. Я вам настоятельно рекомендую ставить какой-то круглый курс доллара. Просто... Ну, или давайте 100 поставим. Просто для того, чтобы потом проще было одно пересчитывание в другое. В демо-базе валюты управленческого учета, как вы знаете, наверное, доллар. Итак, у нас курс доллара будет 100 рублей. Так. И, соответственно, лимит расхода давайте мы поставим две тысячи. Перепроведем. И попробуем работать за явку. Вот. Значит, вот теперь программа нам отказывает в проведении. Отказывает в проведении почему? Мы превысили на сумму долларов. Значит, что мы можем сделать в данном конкретном случае? Давайте мы сделаем так. Значит, во-первых, я уменьшу заявку. Убедимся, что она проведется. Ну, вы видите, что теперь у нас все нормально и заявка у нас прекрасно вписалась в общий лимит. Замечательно. Давайте мы эту заявку закроем и создадим еще одну, аналогичную. Вот. И, значит, начнем мы вот с чего. Мы поставим 10 тысяч и убедимся, что здесь программа к нам не будет иметь никаких вопросов. Так. Здесь все нормально, проводится. 12 тысяч. Ну, как и ожидалось, теперь программа нас ругает и говорит, что мы превысили на 20 долларов лимит. Что мы здесь можем сделать? Значит, напоминаю, мы можем отключить контроль лимита. Ну, это как бы ломает систему в целом. Мы можем отключить заявки для конкретного счета и обойти там без заявки создать какой-то платеж. Вот. Ну, это как бы уже не совсем корректные действия. Это уже именно обход механизма идет. Значит, что мы еще можем сделать? Давайте попробуем вот так вот. Что будет, если мы изменим статью ДДС? Согласится программу провести? Да. Для этой статьи ДДС у нас никаких ограничений нет. Так. Оплата закупки товаров. А теперь попробуем вот так. А вот так работать не будет. Почему? Потому что в данном случае программа говорит нам, что мы вообще лимит не устанавливали. Одно дело, если мы указали, что по данной статье у нас нет ограничений, совсем другое дело, если мы совсем не создали документ лимита. Если мы документ лимита не создали, значит лимит нулевой. Ну и, значит, каким образом мы можем пойти, чтобы все-таки эта заявка у нас провелась? Вы понимаете, что, конечно, лимиты это лимиты, но по факту ситуация может по-разному складываться. Вот. И бывает так, что по каким-то там форс-мажорным обстоятельствам лимиты все-таки придется превышать. Мы можем установить галочку сверх лимита. Естественно, для этого нам потребуются права, ну, скажем так, экстраординарные. Права, которые есть не у каждого пользователя системы, и это, наверное, нормально. Вот. Но поскольку я сейчас сюда зашел под админским ладином, у меня все полномочия присутствуют, поэтому я могу себе позволить вот такие вот войны. Ну, и напоминаю, что мы, естественно, с вами можем отключить контроль вообще. Давайте попробуем это сделать. У нас, значит, здесь есть галочка «Контролировать превышение лимитанс». И давайте посмотрим, что будет в этом случае. Я попробую дублировать последнюю заявку, то есть еще там давайте на пятна. Вот сегодня все остальное я менять не буду. Проводим. И вы видите, что у меня совершенно спокойно все провелось. Хотя вроде бы это превышение вот этой вот самой суммы. Где мы увидим сообщение, что мы чего-то там превысили? У нас есть отчет соответствующий. У нас есть отчет по казначейству. Лимит расхода денежных средств. План, фактный анализ использования лимитов за период. Ну, вот давайте посмотрим, что нам этот отчет показывает. Он по умолчанию на текущий месяц. Давайте проверим. Ну и вот мы видим, что у нас по данным статье установлен лимит 2000 долларов. Реально мы оплатили 1900 в пределах лимита. Плюс сверх лимита мы 270 заплатили. 170 у нас перерасход. Вот при расчете перерасхода, естественно, вот эти вот две цифры будут суммироваться. Вот. И общий у нас процент расхода 185 процентов. Ну, вот это как выглядит лимитирование в том случае, если мы идем практическим, ну, самым простым способом. Если мы используем документы лимит расхода ДС. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что использование данного функционала, использование функционала лимитирования расхода ДС с помощью документов имеет очень серьезные ограничения. Вы уже увидели, да, что лимит мы можем установить только на месяц. Никаких лимитов на неделю, на день. Ну, на день это слишком, наверное, но лимит платежа недели он вполне может быть установлен. Вот. Это вполне такая практическая задача. Значит, с помощью данного функционала вы это не делаете. Кроме того, вы видели, какие у нас здесь есть аналитические разрезы? Их всего три. Статья о движении денежных средств, организация и подразделения. Все. Больше ничего у нас нету. Вот. Больше ничего мы использовать не можем. Если вы хотите более широкий функционал, это значит, что нам надо обращаться уже к более сложному варианту контроля. Не по документам лимит расхода ДС. Давайте в настройках я это поменяю. Не по документам лимит расхода ДС, а по данным бюджетирования. Я очень надеюсь, что какие-то вводные вебинары, которые я проводил, вы видели по тому, как организована система диджетирования. Просто сейчас в детали организации этой системы я не имею времени погружаться. Мы там разберем только те аспекты, которые связаны с контролем лимитов. Значит, как это работает и что нам потребуется? Давайте посмотрим. Значит, для того, чтобы у нас работала система диджетирования, нам, во-первых, нужно понимать, что мы будем контролировать. Значит, в принципе, если вы используете какой-то существующий бюджет, вы можете вот эти вот лимиты установить непосредственно в тех статьях, которые участвуют в БДДС, бюджет движения денежных средств. Там есть статья, например, оплаты поставщикам. Ну, вот эту вот статью вы можете использовать для того, чтобы контролировать объемы вот этих вот оплат. Вот. Но и в рамках вот такого общего бюджета мы можем создавать отдельную статью, направленную только исключительно на контроль лимитов расхода ДС. Да, эта статья как раз будет заполняться по данным бюджетирования, по данным БДДС. И мы с помощью вот такого подхода можем, например, решить задачу передачи незрасходованного лимита в следующий период. Такие варианты работы тоже бывают. Ну, сейчас у нас задача достаточно простая. Мы должны просто посмотреть, как это лимитирование работает. Поэтому давайте мы начнем с того, что мы создадим какую-то статью бюджета, которую будем использовать для контроля. Называться эта статья так и будет «Контроль лимитов». Контроль лимитов. Вот. И вот здесь надо обратить очень серьезное внимание на то, что мы укажем в аналитике. Статья может быть до шести аналитик и какие-то вот дополнительные разрезы контроля. Они будут как раз аналитиками и определяют. Мы с вами используем аналитику с партнерами. То есть мы будем для разных наших партнеров задавать разные лимиты оплаты. Вот. Это первое. И второе. Тоже очень важное для нас правило получения фактических данных. Значит, с помощью правила получения фактических данных мы привязываем статью бюджета к общей нашей базе и даем возможность этой статье использовать реальные данные. Значит, обратите внимание, что нас будет интересовать тип правил не фактических данных, а исполнения бюджета. создадим новое правило. Мы будем использовать оперативный уровень. Хозяйственная операция у нас будет использоваться, оплата поставщику. Хотя теоретически здесь, в общем-то, любые статьи можно выбрать. Ну, конечно, обычно выбирать статьи вот из этой папки денежные средства. Да. Ну, нас будет интересовать статья оплата поставщиков. Вот. И источник суммы. И источник суммы мы указываем сумма выплаты в рамках лимита. Ну, вот, в общем-то, все. Значит, правила мы установили. Зависимые показатели. Ну, здесь нам указывать нечего, у нас никакого показателя не будет. Вот, в принципе, статью мы сделали. Все, что нужно, значит, здесь настроить. Что нам надо сделать теперь? А теперь нам надо сделать модель, которая будет использоваться при работе. Настройки и справочники. Модель бюджетирования. И мы создадим новую модель. Да. Значит, ну, тут предустановленная, на самом деле, есть. Но мы создадим свое, которое тоже будет называться контроль лимитов. Значит, так же, как и ранее, обращаю ваше внимание, мы можем включить аналитические разрезы. Давайте мы это сделаем. Давайте включим только по организации, не будем их вводить. Статус установим действует. И у нас здесь есть вот такая вот диперссылка, лимит расхода ДС. Значит, что мы здесь делаем? Здесь мы задаем вот этот самый лимит. Мы создаем правило и указываем, что статья бюджета, контроль лимитов будет использоваться в этом правиле. Периодичность. Вот смотрите. Периодичность мы здесь можем установить ту, которая нам интересна. Предположим, месяц. лимит. И вот здесь мы видим, что у нас могут быть три варианта правила. Ну, информационный лимит, это означает, что он используется только в информационных целях, он не будет еще плакирован. Разрешающий в пределах лимита. Это основной лимит. Это основной лимит. Он у нас будет детализирован по организатору. Что такое дополнительно ограничивающий? Вот этот вот дополнительно ограничивающий лимит позволяет нам задать второй уровень контроля. То есть мы можем указать, что у нас идет контроль не только общей суммы по организатору, но и дополнительный контроль по партнеру. По организации всего мы, скажем, можем миллион заплатить в этом месяце, а вот по конкретному партнеру, скажем, там, скажем, только 200 тысяч. То есть вот это вот дополнительный уровень. Обязательно должен сработать общий лимит и какое-то их дополнительное ограничение. Итак, давайте мы это тоже запишем. И нам в бюджете надо еще что сделать? Надо создать табличку, в которую мы внесем вот эти вот самые данные о предельных лимитах по нашей организации Орион. Где это делается? Ну, напоминаю вам, бюджетная таблица – это вид бюджета. Мы создаем новый вид бюджета, он тоже будет называться, ну, давайте назовем его «Установка лимита». Так, и структура. Ну, структура у нас будет достаточно простенькая. Мы включим сюда таблицу. Таблица у нас будет простая с показателями в строках. В строку мы поставим контроль лимитов. И контроль лимитов расшифруем, расшифруем по партнерам. Добавим измерения на лейтеку. И здесь мы с вами сделаем каким образом? Мы добавим несколько партнеров, для которых мы будем вот такой индивидуальный лимит устанавливаем. Ну, скажем, поставщик 1, поставщик 2 и поставщик 3. Вот эти вот три партнера. Плюс к этому, плюс к этому, мы все прочие, всех прочих партнеров, всех прочих поставщиков, которые у нас есть, мы их проведем по статье прочей. Добавляем. Ну и детализация колонок. Мы там поставим период месяца. Ну вот, собственно говоря, табличка для установки лимита нами создана. И теперь нам нужно создать, собственно, лимиты, создать экземпляр бюджета. Это можно сделать прямо здесь. Сценарий мы возьмем базовый. Причем, вот смотрите, давайте посмотрим сценарий и обратим внимание. Рубли валюта сценария. Соответственно, лимиты у нас тоже будут в рублях. Организация Орионс. Период декабрь. И вы видите, что у нас табличка уже заполнена. Что мы делаем? Ну давайте сделаем вот так. У нас будет 300 тысяч лимит по поставщику 1. 200 тысяч по поставщику 2. 100 тысяч. 100 тысяч. По поставщику 3. Ну и прочее. Давайте 400 тысяч. То есть, я думаю, в уме можно посчитать. У нас общий лимит это миллион. Все. Давайте мы с вами проведем экземпляр бюджета. Поставим тоже его на 30-е число. Четверт бюджета можем закрыть. Так, сейчас давайте я проверю модель, я включу. Есть, это нормально. Так, хорошо. Значит, и теперь давайте экспериментировать. Казначейство. Заявки на расходование ДС. Вот у нас здесь есть заявка на 190 тысяч. Как вы видите, я ее расправел. Вот. Ну давайте попробуем. Теперь провести. Разрешит. Да, 190 тысяч программ нормально воспринимает. Поставщик 001. Для него стоит лимит 300 тысяч. Программа нам не дает провести. Почему? Общее превышение на 10 тысяч рублей лимита по аналитикам запланированного бюджета Орион поставщик. Замечательно. Теперь давайте, чтобы посмотреть, как программа будет реагировать, я сделаю вот что. Миллион 100 тысяч попробую поставить. Нельзя. Обратите внимание, что вот здесь программа дает ошибку уже по двум пунктам. У нас превышен общий лимит по Ориону и у нас превышен конкретный лимит по Ориону поставщику 001. То есть по этому поставщику мы должны уложиться в указанный лимит 300 тысяч. Ну и для того, чтобы продемонстрировать, как это будет работать в случае, если мы используем какого-то поставщика, который у нас в бюджете явно не указан. Давайте мы с вами заменим получателя. Получатель у нас будет, ну, например, Авито. Просто беру любого из перечней партнеров. Укажу 400 тысяч. Проверю, что вот здесь у нас все нормально. Так, что это поджимает. Так, да, Авито. Все хорошо. Проведемся. Так, ну, оно у нас... Пардон. Пардон. Не обратил внимание, она у нас сверхлимитная, поэтому она заведомо проведется. Ну, давайте я сейчас галочку... Так, появилась картинка. Так, давайте. Пробую провести 400 тысяч без галочки сверхлимита. Да. Провелась. И давайте попробуем превысить. Программа не дает это сделать. Провышение на 10 тысяч. Ну, вот. Так это работает. Давайте еще раз посмотрим отчет по казначейству. Лимит расхода ДС. Ну, вот здесь видите, немножечко изменился вид отчета. Мы видим не только план, но и фактически данные. Вот. И фактически данные в разрезе... В разрезе посещения. Ну, вот как бы все. Сигнал есть. Так, а, мы это видим и на мой вопрос. Ну, вот в принципе все, что я хотел вам показать. Функционал относительно несложный. Вот. Есть, конечно, не считать того, что бюджетирование придется разбираться. Вот. Правильно формировать табличку. Вот. В связи с чем я вас приглашаю на вебинар, связанный с созданием вот этого вида бюджета, да, с созданием таблиц бюджетных. Вот. Этот вебинар у нас стоит в плане... Анастасия, когда он у нас планирует? Напомню. Вот. Значит, ну, пока там сверяемся с графиком. Какие вопросы у вас остались? Значит, перенос лимитов, да, можно. Можно сделать перенос лимитов, но для этого надо будет, скорее всего, делать сложную таблицу. Да, считать там производный показатель, значит, минусовать фактически расход, заминусовывать лимит и фактически расход, и устанавливать лимит дополнительный на следующий период. Да, можно. Вот. Работает это, значит, подобную задачу я в одной компании реализовывал. Лимит по нескольким бюджетам. Вы имеете в виду, чтобы это все складывалось? Ну, тогда логичнее всего делать лимитирование вот так, как сейчас мы делали, то есть это должна быть отдельная статья, и вы значения показателя в этой статье можете собирать из нескольких бюджетов, почему бы. Виктор, то же самое, то есть если вы хотите, чтобы у вас ставились лимиты по статьям расходов, вы сначала делаете БДДР, а потом делаете служебный бюджет на лимиты, БДР, простите, делаете служебный бюджет на лимиты, который формируется по тем значениям, которые вы задаете для статьи расходов. То есть статья расходов, она может быть источником данных, но напрямую мне не кажется, что это разумно вот так вот контролировать, хотя технически это можно делать. То есть если вы там, ну не знаю, есть у вас там статья расходов, оплаты общихозяйственных расходов, да, вы в принципе можете ее использовать для установки лимитов. Пожалуйста. Не совсем понял, что значит откуда будут браться фактически данные по статьям. в том числе. Прямой связки тут не будет. Либо вам действительно надо будет аналитику соответствующую вводить. Хотя, не знаю, я не уверен, что она там есть. Да, давайте посмотрим. Ну вот, можете в качестве аналитики ее взять. Константин, нет прямой связи, там не будет. Бюджет контролирует движение денежных средств. Ну, почему жарен? Можно, значит, исчеприться, в принципе, там надо уже смотреть конкретную задачу, которую ставят. Значит, бюджет контролирует движение денежных средств. Если вы задали правило по исполнению бюджета, да, он будет контролировать бюджета. Я специально вам показал, вот здесь, да. Если вы задаете правило получения фактических данных, правило получения фактических данных, то это получение данных для планфакта. Если все типы правил, я поставил, если у вас правило исполнения бюджета, он используется для контроля ДДС. Вне зависимости от того, что это статья. Вы поймите, движение денежных средств, да, оно не будет контролироваться напрямую статьей расходов. Но там можно исхитриться и, скажем, пойти по операциям, по аналитикам. То есть, вот в результате вы можете добиться того, чтобы попадало, ну, грубо говоря, ровно то же самое. Ну, вот за счет аналитика, за счет аналитика. Когда вы задаете, вот правило получения фактических данных, оплата поставщику, оплаты, вы можете пойти вот через этот дополнительный отбор. Ну, да, тут будет довольно занудная такая вещь, как именно это формировать и откуда будет браться значения для таких расходов. Это будет такая задача достаточно непривиальная. Вот. Но если вы что-то представляете себе, что у вас творится в базе, можно добиться того, чтобы сюда попадали ровно те же самые. Ну, вот так напрямую вы не будете такого. Либо, как вы сказали, делать доп реквизита, идти как-то через доработку. Да, вот. 11 января. Ну, вот, замечательно. Как раз есть время немножечко прийти в себя, соскучиться по 1С и посмотреть, как работать под системой дизитирования. Приходите, буду рад. Если больше вопросов нету, давайте на этом мы с вами завершимся. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok